Друзья, доброе утро! Мой зритель, если ты там есть, я надеюсь, мои медитации помогают тебе, а мой пример мотивирует тебя повторять, делать то же самое, получать свои уникальные ощущения, свои уникальные эмоции от медитации, от стояния на гвоздях. Если ты дошел до этого уровня, вставать на гвозди и медитировать, причем медитировать каждый день в 5 утра на озере, на улице, на природе, мой уровень счастья в этих мероприятиях максимально высокий. И зачастую я начал уже просто ждать, жаждать этого состояния. И предварительно мой день начинается с того, что я еду на велосипеде порядка 5-6 километров по озеру, перемещаясь с одного берега на другой, по берегу перемещаюсь, купаюсь. И потом сейчас вот это вот состояние, когда я буду вставать на гвозди, медитировать. С сегодняшнего дня начинается детский курс. Это приложение Акому называется. У них есть бесплатный детский курс для медитации. То есть обучение медитации детей. И я скажу, что я вначале его обходил стороной, думал, ну дети, дети, не то. Тут же вроде смотрят меня взрослые люди. И все вокруг обошел, оставил его напоследок. Сегодня настал тот день, когда я все там курсы прошел, простоял. И я подумал, а почему я детей-то динамлю, ведь это, собственно, то, вообще, с чего надо начинать. Если ребенком научиться погружаться в медитацию, то не будет этих предвзятых мнений, что медитация, как у меня это было, что медитация это что-то ерунда какая-то. То есть больные люди встают, закрывают глаза, что-то музыку слушают, что за фигня. И если ребенку привить это понимание с детства, то это будет мега круто. Представьте, насколько ребенок будет свободен. Свободен от зависимости, вообще эмоций. Управлять он этими эмоциями будет. Он будет уметь отпускать, отпускать негатив, отпускать, возможно, людей, прощать, быть благодарным. То есть быть осознанным, быть наблюдательным в своей жизни. Это очень много даст ребенку с его ростом. Он будет совершенно по-другому относиться к разным ситуациям в своей жизни. Не будет обижаться, как это делают дети, зачастую просто входя в некую зависимость, закольцованность от ситуаций, из которой у них нет инструмента, чтобы выйти. Я очень часто наблюдаю за своими детьми, в частности за своей дочерью, которая как девушка, как женщина будущая, она прям либо даже смотрит на других детей, пусть даже на маму смотрит, где очень часто какая-то ситуация заставляет очень сильно менять свое состояние, входить прям усиленно, входить в состояние обиды и жить там, держаться там достаточно долго, все это наваривая, переваривая. Но это все-таки, я считаю, что это перебор. Да, эмоции нужно испытывать, их нужно ощущать, но их и нужно отслеживать, их нужно правильно осознавать, понимать, воспринимать, работать с ними и, конечно же, потом их отпускать. Иначе это может привести вообще к каким-нибудь нервным расстройствам, с которыми могут помочь справиться только психологи. Но, по идее, мы сами можем этим всем управлять. Так, сейчас я настрою место и будем включать магитацию. Как обычно, у меня мои верные друзья, отца хупрофи.ру Ребят, если кому-то нужны будут гвозди, вот советую качественного производителя. У них на сайте, они должны были сделать промокод русскими буквами Баженов. По нему можно получить 5%, ой, 5, говорю, 10% скидку на любую покупку гвоздей. Но, если не дадут, а вы придете, то пишите мне, я сейчас буду проверивать формацию, ну и, соответственно, пробью вам эту скидочку, которую мне лично обещал производитель. Так, ну что, сейчас выберем. Начинаю ловить себя на мысли, что я все-таки, так как шильдики есть, я начинаю все равно воспринимать правую гвоздю, правую доску, как правую, левую, как левую. Каждый раз начинаю думать, так, я правильно поставил или нет, я так стоял или нет, где у меня правая, где левая. Так что, возможно, для таких, как я, стоит делать правую, левую указывать. Так, погнали. Привет, мой маленький друг. Добро пожаловать на наше путешествие по твоему разуму. Перед тем, как начать, нужно убедиться, что ты знаешь, что такое разум. Чтобы не запутаться в непростых взрослых терминах, давай запомним, что разум – это как твое умение мыслить. В целом, разум – это твоя способность думать, представлять, обобщать и еще многое другое. Если совсем опростить, это твоя собственная машина воображения. Я бы хотел, чтобы ты устроился поудобнее, неважно, лежишь ты или сидишь, главное – сделать так, чтобы тебе было комфортно. Прикрой свои глаза, сделай глубокий вдох. Позволь воздуху занять весь твой живот, а затем медленно-медленно выдохни. И снова. Сделай глубокий вдох и плавный, медленный выдох. Сделай так несколько раз, чтобы расслабить все свое тело. Думай о своем животе, как о воздушном шаре. Пусть он наполнится воздухом, а затем медленно и аккуратно сдувается. Продолжай делать вдохи, чувствуя, как холодный воздух проникает через нос, оставляя за собой холодок. Внимательно и спокойно наблюдая за своим дыханием. Воздух сначала попадает в нос, потом в горло, в легкие, и, наконец, в твой живот. Как ощущается дыхание свежего холодного воздуха? Подумай немного об этом в тишине. С каждым выдохом твое тело становится все более мягким и расслабленным, легким. И вот ты начинаешь перемещаться в зеленую долину, над которой летит стая птиц. Представь, что ты тоже одна из этих прекрасных птиц. И вот ты взмываешь над высотой, красиво лавируя в небе. Скажи себе, что ты видишь перед собой. Огромные зеленые сады, красивые цветы, маленькие-маленькие зверушки и такие же, как ты, птицы. Прочувствуй, как легкий ветерок омывает твои прекрасные перья. Сделай глубокий вдох и услышь запах прекрасных растений в окружающей тебе свежести. КОНЕЦ Ветер легко и ласково обволакивает тебя, снимая весь стресс, усталость и страхи. Твой разум становится более спокойным, тихим и чистым. Все твои заботы остаются позади, ведь ты находишься в прекрасном и спокойном мире птиц. Твоя радость переливается, как радуга, и ты начинаешь сливаться с ней прекрасная и сияющая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оно касается лучами твоего тела и обволакивает его теплом. Мимо проплывают большие пушистые облака, похожие на сахарную ладу. Помни, мой маленький друг. Облака умеренные и спокойные. Пусть они тебе напоминают о том, насколько спокойным, тихим и расслабленным ты можешь быть каждый раз, когда этого захочешь. И вот ты пролетаешь над нашей необъятной красочной планетой. Радуйся и наслаждаясь красивейшей природой под тобой. Продолжая скользить по воздуху, ты испытываешь непреодолимое чувство радости, покоя и расслабления. Пролетая мимо цветов и деревьев, ты вновь останавливаешься, чтобы прочувствовать их невероятный запах свежести и красоты. Ты делаешь глубокий вдох. И выдох. Отдавай всю свою усталость и стресс этим прекрасным растениям. Природа – это вечный друг человека. Она всегда готова помочь тебе избавиться от страхов и переживаний. Сделай плавный глубокий вдох. И выдох. Твое тело чувствует себя полностью расслабленным и спокойным. Твой разум расслаблен и спокоен. Теперь ты готов укладываться спать. Продолжай дышать ровно. Постарайся обратить внимание на звуки, которые тебя окружают. Возможно, шум машин, деревьев или соседской собаки. Позволь этим звукам проникнуть в твой разум. Сделай их частью себя. Сделай их частью себя. И потом переключи внимание полностью на себя самого. Почувствуй, как бьется твое сердечко. Послушай, как ты дышишь. Услышь все, все, все звуки, которые исходят из твоего тела. Твое плавное и легкое дыхание – это энергия внутри и снаружи твоего тела. Обрати внимание, как эта энергия занимает твои руки, ноги, шею, колени и пальцы. Прочувствуй, насколько каждая частичка твоего тела сейчас расслаблена. Сделай глубокий вдох и плавный, медленный выдох. Отпусти все, о чем ты думаешь и наслаждайся спокойным, чистым разумом. Продолжение следует... 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 что-то я не уловил вообще момента когда все закончилось и думаю упустил ну вот смотрите что у нас по итогу шикарный будет курс для детей и даже не только для детей в принципе для любого взрослого как вводный курс посвящение вообще сферу медитации у меня сразу же появилось желание послушать эту медитацию и возможно даже пройти курс вместе с дочерью я заметил момент что она проводится перед сном что в принципе тоже прикольно потому что либо надо поднимать ребенка с раннего утра когда сознание к этому предрасположено потому что днем процессе игр каких-то движений с кучей шума окружающего мира и вообще людей например даже семьи очень тяжело даже на 10 минут уединиться и побыть вот в этом состоянии погрузиться в это состояние поэтому наверное вечер и даже перед сном момент 10 минут буквально включить послушать и там полетать с ребенком виде птицы вообще так разгрузиться я думаю что будет очень полезно и возьму себе это как в цель пас потом мы запишу видео в своем telegram канале расскажу как все прошло ну и скорее всего вконтакте там может продублируется это видео ну все друзья до завтра